и снова здравствуйте дорогие зрители с вами по-прежнему мы щелкунов антон и никита тарануха всем доброго вечерочка и команда у нас команда у нас yola boys который часто у нас участвует и побеждают молодцы и команда казанская подворотня gaming вот так вот и когда я первый раз тоже слышу вижу посмотрим название мне уже нравится она мне уже симпатично я уже почти что за них болею только за название это хорошо слушай yellow boys вот сразу взяли клокверка и почему-то ждут над выбором сф а тут же сразу напрашивается кокверка сф да это же так думаю что мы увидим то же самое ну да что и в взять клокверк и без сфа в принципе неплохо выглядит в бан сейчас скорее всего сф отправиться от команды казанская подворотня и так по банам у нас у yola boys в банах никс ассасин и night stalker взяли клокверка джакира но команда казанская подворотня сэнд кинг инвокер забанили виномансера дарксира темплар ассасин вот сейчас на не хотят они видят против себя в миде но опять же опять вина мансер эту даму вина мансер вина мансер первым я тебе говорю хороший герой ну пусть покажет не верить хоть 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 раз покажут вина мансера нормального и все я поверю не видел еще ни одного ну его будет потому что когда не банят почему-то никто его не берет yola boys ликан в бан рифма слыхал во мне поэт просыпается ну или рэпер надеюсь нет на всю жизнь не отмоешься потом лайфстиллер минус ну да лайфстиллер в клокверка который прилетает на цепурина да это просить спайдермен лайфстиллер да хорошо ну ждем еще один бан потом у нас будет стадия пиков что не менее интересно кого тут забанить да в принципе кого угодно можно банить там очень много героев много героев бери просто любого баню что тут думать ты так и делаешь да и вообще не делаю никак в лп тоже есть там баны вот это да ну есть есть просто не погоди в этом только этот трех героев выбираешь как этот мод называется сингл драфт сингл драфт да там я ни разу просто туда не попадал все впереди да конечно обязательно из этого никак это обязательно нужно пройти как я не знаю как боевое крещение ну понятно шаману банули знаешь как говорят по каждый мужик но это у нас в россии говорят по каждый мужик должен либо отсидеть либо сходить в армию каждый дотер должен попасть в лп и оттарабанить там пять игр слушай ну у меня проблема я в армию не ходил ну лп пойдешь значит сто процентов а погоди ты че сидел до меня вдруг дешло я чего-то о тебе не знаю нет вот самое интересное не в зале нет как это один раз по подозрению сидел советском рвд советского рвд да мы участвовали в марафоне ну как бы вот у нас помнишь раньше проходили стартуют все когда нужно было бегать там ну вот мы бегали бегали нас наряд милиции остановил вы чё бежите в смысле вы в марафоне участвовали можно может быть вы не там бегали чё-то перепутали но мы ну спортивных костюмчиках такие два пацана где бежали по роще там в парке на тельмана был у нас есть он точнее они остановили такие ребята такие такие то ну-ка просим вас в отделением таки чё чё бегаете участвуют стартуют все тут телефон типа украли пошли следственный ну ладно у нас два часа там продержали до выяснения обстоятельств потом наконец-то позвали вот ту девушку которая телефон украли наконец пришла и такая нет не они не ну замечательно раньше никак это нельзя было слушать марафон зато отмазались так смысле там у нас были специальные карточки в которых печать ставят и вот за определенное количество печаточек вот этих тебе призы еще выдавали очень здоровское мероприятие на самом деле было сейчас перестали проводить или ну а сейчас он проводит каким-то другим названием возможно по-моему на халяву просто проводить по хочешь бегать ну зеленый называется и я не помню как называется просто приходишь бегаешь спасибо можешь вообще не приходить тоже спасибо так давай вернемся лена берется и аппарат парейшн слушай ну но интересно интересно глина это скорее всего нет вот слин я прям тащусь последнее время вообще страшный герой стал или нахожу за это какая-то жесть вообще я вот смотрю на про сцене как и играют и у меня прям волосы встают там он просто миллион урона на 20 минуте она уже просто всю команду может вынести но вот это на 20 минуте а на 60 она может вынести всю команду и и все баллы все здания ну да да а я тут недавно с джакира играл который в мид ходил но он не очень успешно это делал не получилось поэтому вот это та игра где я на цк игру поэтому она длилась полтора часа но мы победили бэтрайдер бэтрайдер заходит команде казанская подворотня он будет он вытаскивать ту же лину под кого под инвокера будет наверное затаскивать чтобы инвокер давал санстрайки ну наверно ледяные ну там много вообще агрессивный пик получается до ска влетает станет на блинке ульт качает аппарат туда закидывается это дело свое инвокер сдалека может фигачить бегать прыгать джаггернаут вот это хорошо но как бы мне кажется не менее такой пик агрессивный тоже надо сказать и контроль есть и урон есть все будет зависеть здесь от исполнения конечно ну вот мне пока что нравится yellow boys то что они напекали мне кажется что это очень страшно просто ты рыжих больше любишь хотя хотя бэтрайдер тоже между прочим рыжий я очень люблю рыжих кроме одного человека бэтрайдер нет тогда я догадываюсь про кого ты и так шейкер отправляется в бану у нас от казанской подворотни ну да да неплохо бы смотрел смотрелся бы он в пике yellow boys но можно и получше сейчас они возьмут и доберут себе какого-нибудь магнуса если он не уйдет казанской подворотни бан последний погоди магнуса его бойцы магнуса себя да а чё а кого здесь загоребать в кучу здесь все дальние атаки они в куче не будут стоять в принципе в теории даже в рядов вдруг станут вряд из того не всего да ну да решат это же полуфинал часа а я не знаю я вот хотел спросить и нас прогнали из студии сказали идите садитесь за микрофон не сидите за ним ну понятно ну по-моему это полуфинал но я надеюсь да но это не точно цико банится кстати цико но сюда зашел бы цико и и в принципе ну в принципе он бы здесь может смотрелся а может и нет не знаю я чуть на цикан смотрелся в прошлой игре об одном вот он не здорово там допустим бэтрайдер если на стакал много мазута можно абадоном снимать здорово смотрится здорово свин хороший герой хороший поехали смотри что из этого получится сейчас увидим сейчас ребята разберут у нас по ролям так сказать по героям тяжело будет свой ну вот без бкб ты представляешь алина станет кокер когами откидывает батарейки включает джокиров замораживает замедляет абадон тоже замедляет и свин такой просто а а и не такого не может добежать а а потом до бкб дойдет дело прожимается бкб допустим он там чень сделает а потом как об этом уменьшается сколько там 4 секунды длится до три по моему на последний или четыре ну окей но сыну мало то есть там может быть залетишь и может так еще я абадона считаю два раза если не повезет ну если да если вы начинаешь его бить а он ульт включила ты забыл и все равно бьешь долбишь просто ну потому что абадон единственный так вот смог добежать не могу прочитать у абадона ник ну понять третья позиция стать поз стать окей я не знаю что это но это третья поз позиция наверное или поза может быть поза а третья поза она какая я как-то не заучивал с позами знаменитую индийскую интересно есть человек который реально хочет но я думаю в индии это даже определенный есть предмет в школе да скорее всего с раннего детства их обучают этому искусству ну и перейдем к представлению команд в общем давать и красненьких потому что его одевают не дурак ну а я зелененький все я понял короче так понятно и так казанская подворотня силы света аппарат император бат райдер это как читается джон квилл ну наверное ну и свин зэдзэдзэдзэд санкинг 6к заслужено инвокер сдс еллобойс дайбол клокверк 8 из 8 лина слов док джакира qf джаггернаут и третья позиция стать сильнее на абадоне ну что ж начали поехали пока по своим рунам спокойненько расходятся но команда сил света прожимали они по моему смоки и успели во вражеском лесу поставить варды видел оленевого абадона олень нет как-то не обратил внимание я на карту смотрел и не представлял да красивый красивый олень судя по всему мертвый скорее всего на мертвого то далеко не уедешь но он типа мертвый который восстал из мертвых а спонят проклятый олень проклятый так что у нас по линиям по линиям здесь все но пока принципе понятно сюрпризов ну да ли на центр против инвокера здесь все ясно керри свен против абадона наверное будет стоять до ему помогать будут как собственно и периодически линии это сэнд кинг и опарейшн а на верхней линии у нас керри джаггернаут вместе с джакира вместе с клокверком который клокверк который по всем линиям против бэтрайдера вот такая вот расстановочка интересно так коги разбил клокверк мне кажется не с той стороны ему надо чтобы выйти но какой-то план был и он его придерживался ну сейчас у него просто план как-то гоняйте упал зимой за серия варе водона это будет минус или не будет до конца решили еще а подкоп и должен быть минус надо уходить теперь first blood есть веточка съедена уходит как бы крепы не добили нет на сапоге конечно же крепы не догонят ну очень смело смело здорово и главное быстро первая минута только закончилась тут же абадона забрали моментально он возвращается на линию надо конечно продолжать стоять там как-то мешать бэтрайдер успешно вполне просто взял и отогнал джаггернаута не дал ему почти пачку крипов зафармить но здесь до тяжеловато джаггернаута будет стоять клокверк гонится до последнего за сэнд кингом чуть не убивает его 40 хп остается ну живет 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 пока сэнд кинг очень плотный у нас герой это инвокер неплохое противостояние 96 у лины 52 у инвокера но здесь клокверк не будем забывать постоянно помогает линия а локер все-таки стоит соло локверк соло инвокер ну вот к нему аппарат мимо проходит инвиза теперь его не видно теперь ночью баунтеру ну сворует наверное его кокер погонится не смотрели она успеет стопитого успевает до забрать 50 золота никогда не лишний слушая здесь еще можно курьера подрезать на обратно нажать попробовать до лишь бы у нас руна инвиза раньше времени не спала думаю успеет не ну его бойц они увидели же аппарат должны понимать все до курицу отводят в лес обходными путями интересно а потом в принципе аппарат мог бы там оказаться где-нибудь да 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 вполне я вообще думал он туда и перебежит немножко не успевают разминулись слегка да ну руна иллюзии упала поэтому надо что-то другое придумать неплохо стоит свое на своей линии 17 на 5 в то время медовых персонажей героев обогнал да да просто фармит сейчас можно еще раз об аддона в принципе забрать маны или нельзя да не хватает танго есть но на воду не жил когда было так а там в миде опять какая-то возня забираю для мазюкали лиза вазюкали получилось вполне удачно но здесь джаггернаут наконец-то начинает догонять хотя бы своего инвокера а и своего чужого естественно ну пока у подворотня вообще все хорошо складывается одна тысяча уже преимущество два фрага есть свин на фрифарме сейчас может быть даже скорее всего заберут еще и абадона но должны должны нету слайпа есть щит а санстрайк есть минус минус абадон бэтрайдера не чем цеплять да бэтрайдер это пока что единственный герой который хочет немного размочить счет почти у него это получилось уже пару раз 3-0 3-0 ведут казанские ребята но это только начало в принципе посмотрим что будет в середине игры там уже от этой от этого результата будем отталкиваться потому что ну вот сейчас ранняя игра пока что за казанский абадона сейчас снова будут ловить здесь бэтрайдер все-таки умирает у него получилось размотить и размочить счет 31 он становится и все-таки нет все-таки все по разбежались а потом живет стоит все у него хорошо ну как говорит нс первые пять минут можно умирать пока да да все пять минут пробило теперь нельзя умирать смоки разбиваются готовится выход на инвокера инвокер не подставляется а теперь подставляется а коментарий он как почувствовал и просто ушел с линии решил пофармить немного в лесу понял что на линии не джакира не клокверка нету нигде поэтому стоит отойти куда-нибудь в лес хотя бы будь в миндас уходить первым артефактом немного осталось встречается с абадоном получает пару тычек абадон юзей шрайн но гнаться конечно же не стал потому что в принципе ему цеплять то нечем ну конечно же не если скорость меньше то учет им пару тычек дашь а он кстати фрост морден прокачивал свой или нет да аппарат пытается стакать для своего свена иншентов это только что спалили клокверк и нужно как-то теперь не отдать а курьера можно попробовать забрать можно попробовать но нет но вряд ли отсюда уйдет клокверк сан страйк на опережение мимо аппарат два раза об коги ударился не заметил погоди здесь можно ну шрайн не очень удачно это будет фраг для свена может быть даже 2 будет сейчас до 1 для свена другой для инвокера и пойдет в принципе 5 1 становится теперь счет надо возвращать ребятам преимущество ребятам из ела бойся имею ввиду иначе плачевненько будет я думаю что они себя еще покажут в этой игре все-таки команд сильная ну да и джаггернаут в драках не участвовал в особо клокверк не дает стакать в очередной раз поставил арт но здесь может за это поплатиться очень много урона коги конечно же не спасают от урона и он умирает вот он фраг очередной на бэтрайдере это единственный пока что персонаж который умирает у подворотни сон страйк мимо немного дал он войкер хотел попасть а из вас немножечко не попадает пытается сделать и нет не успел все таки да лопнул щит как я понял да лопнул щит или просто ручкой забил просто ручкой рукой добил ну как рукой мечом ну а в мече в руке рукой рукой мечом абадон человек руки меч расходятся по линиям расходятся по лесу пока что фармит поняли команды свои слабые стороны свои сильные стороны понимают что чего-то не хватает что-то нужно делать инвокер проверил сейчас где лина фармит свин продолжает набирать обороты 51 на 5 инвокер также идет у нас дря в ноздрю со свой ном ну и маленечко отстают в принципе вражеский керри долина и джаггернаут но они там немного по ценностям наверное можно уже да вот вот теперь все встала на свои места джаггернаут практически он даже свина обгоняет на самом деле на 300 голды конечно убивает operation а у нас здесь на центральной линии не успевает кто-либо туда сместиться помочь просто вдвоем с джекир или на разобрали его ну вот счет уже становится 64 и преимущество по деньгам уже на другой стороне пошел абадон разминать свой нас вен подрубился ультимейты и получается ультимейта бестолковый а вот сейчас можно развернуться и еще раз побить не хватает стана был бы стан можно было дать еще в лицо молотом и продолжать наваливать можно было просто заюзать косты переключить на интеллект тебе как раз хватило бы на стан там было 130 маны обратно переключить на силу конечно кинуть стан и переключить на силу но конечно же сложно сделать ой-ой-ой немного не попало и спасом а так можно было попробовать еще свина забирать потому что здесь у нас и клокверк и абадон и а свинта куда а он жадничает так и сейчас его могут и убить за это не страшно пока 400 хп ну клушай ну а здесь сэнд кинг рядом еще но но все равно не стоит там своему там много не нужно 300 хп свина есть морбит маска начинает даже по чуть-чуть отхиливаться но опасно опасно играет не здесь понимаешь что союзники рядом и ничего ему не угрожает ну а потом с этим неплохо отстоял свою линию что это мидас будет у него дамидом аэрон талон следующие предметы которые собирается варить урна у клокверка следующая ну и джакира full support в принципе от него ничего не требуется только вовремя прожатая и спас до заварженный лес свой либо чужой в зависимости от ситуации джаггернаут пока что аквилка до сапожки дальше будет яша и майн поставил главное дать ему это все получить и бэтрайдер пока его этим обеспечивает а бэтрайдер сейчас может просто потом омни слэш попасться здесь просто сейчас будет если айс пасу дальше нет не стоит не бежать за ним гнаться сильно далеко но можно было можно было попробовать ну вышечка довольно быстро падает слушай сейчас наверное нее уронят скорее всего можно конечно же поражать ко всему но огонь то будет прожигать и не прожигает глиф ничего не прожигает но она сейчас упадет да да джаггернаут забирает еще один пил на абадоне да инвокер через сан страйк скорее всего забрал абадона но сент кинг успеет ли клокверкой немного не точно не успел совсем чуть-чуть не достал когами так бы скорее всего убил бы очень опасно гулять здесь бэтрайдер возможен умни слэш но нет пока не тратит да и он же у него да не тратится умни слэш рядом с крипами какой смысл вот мне кажется там бы урона хватило в принципе распрыгался чуть-чуть и первым он первого уровня а у бэтрайдера 1100 хп не убил бы даже если вы все удары по нему прошли ну за зато можно убить сто процентов абадон у аппарата главное его увидеть вот увидел распрыгался минус это париж будут будут ломать еще и центральную линию конечно нужно когда-то начинать это делать и сейчас самое время теорит мимо ну юзается глиф ставится в арт от джаггернаута и вышка из 100 процентов надо бы отойти ульта от аппарата сан страйк джаггернаут сан страйк задоджил но у него он в него попал просто там мало урона из-за того что крипы рядышком еще были да нет он крутился до крученного вкрученного нет магия не пробивает ну минус на санкинге и все расходятся хорошо взяли вышку убили одного персонажа здорово теперь уходят на низ будут и снизу ломать через mom играет свн не знаю я что-то разлюбил mom последнее время совсем разочаровался на луне мам теперь вообще не люблю ни на ком теперь мам ну не знаю в принципе на свне достаточно интересный артефакт на ранней стадии игры очень помогает интересные но знаешь много урона получит своим под бомбом а в этом плане но один на один например или тех женщин тав пофармить это сладкое дело это домом но фарм конечно же быстрее становится просто вот у меня проблемы с новым я нажимаю мамы и когда по тебе стреляют да нет я просто бывает забываю сначала стан скинуть или забываю ульт прожать ну да там же еще и silence идет но разлюбил ты его значит не и за кривость рук до т2 на нижней лишки линии у нас уже снесли а команда казанская подворотня заходит только на т1 верхней линии причем всей командой там они гуляют кроме свина свин продолжают фармить джиггерна он скоро будет манта стайл подбирать себе руну и иллюзии если он не слышь в принципе можно поймать инвиза надо кого-то ловить того же бэтрайдера если ультимейты влетят но тут тут нейтралы так и бэтрайдер кстати уже приобрел даггерами это только что видели его boys так сейчас можно просто развернуться и забрать аппарата одного но его не видно его не увидели поэтому скорее всего он так не сделал по двоим можно попробовать прыгать не стоит никого не убьешь вся вся команда ой вот это хорошо а вот и зашел ну и не отпустят мимо немного санстрайк оттолкнул кто там оттолкнул у нас ну под гдс он очень больно наносит очень много урона наносит свин минус 22 сделали джакира и джиггернаута просто забрали ну джиггернаут опрометчиво подступил потому что продолжал да откуда узнал что там злится вот поэтому уже было догадаться не надо было бегать по вражескому лесу где ты видишь уже пять игроков чужой команды такой не лучший я бы развернулся ну вот на своем месте может конечно это за трусость и посчитать но я бы развернулся и побежал обратно типа все информацию делала сантря стоял откуда зачем в общем девардили девардили да как можно было это предугадать что там поставят сантрю вот так на ровном месте просто вот такое случается ну случилось просто не повезло мне ну ты информацию получила местоположение своих врагов но отойди и в другую сторону такая что толку от информации он прекрасно понимает что они где-то там бегают по ту сторону речки он же хотел кого-нибудь поймать убить просто в одного сульта вот и все хорошо кстати смоки разбил здорово да получилось ну смысле раз разведел так выход у нас на свена очень много урона все в него влетает это минус свен clockwork отправляется также в таверну до свена на clockwork а можно менять обмен приятный 271 за свена хотел слушать 303 за clockwork а да ладно как clockwork это такая разменная монета можно менять как коги да мы поставил убрал поставил убрал все ты больше здесь ничего не для чего не нужен влетать еще влетел поставил убрал пытались забрать только что джаггернаут он во время телепортироваться собрал себе уже мантас или не собрал в тайнике лежит не знаю почему не забирает принципе но уже летит курица а так он на базе живу кто джаггернаут разуме нет показалось он телепортировался телепортировался на нижнюю вышку здесь поставляется аппарат увидел operation джаггернаута и понял что это все это конец это конец не поминайте лихом я в таверну так ли на здесь у нас ходит бродит а что у линок есть у лины есть улы собирает не смогли ее поймать не смогли команда казанских ребят из подворотни и поймать хотя было бы конечно очень приятно такой лакомый кусочек откусить просто продолжают давить верхнюю линию гнуть так сказать ну правильно юзается шрайна от его бойц сама и и и куда же они пойдут но они понимают что до половины команды сверху но с вами пойдут в мид до заходить как-то интересно сейчас они встретятся на искры слена было бы конечно поймать здорово сейчас они его поймают до увидели слена айк логи не очень хорошо поставил все не очень хорошо стран будет уходить и минус ай спас мимо да да ну вот то ли разволновались то ли не те кнопки поражали просто немного неточно до сыграл флокверк поэтому сон остается в живых сверху санкин ковыряет вышку вторую но она центральной той линии побыстрее вышка ковыряется и тоже ли на просто с безумным инвокер выходит ветра метеорит минус кокерк моментально просто отходит ничего не угрожает есть дискотека слушай отличная лагуна это минус скорпион такая у нас интересная драка от отходит джаггернаут конечно же со свином под гдс драться не очень приятно непонятно зачем джакиры сейчас подставлялся ну то есть он мог спокойно уйти оставят ночевать и ну неужели будут дальше нация до продолжают смело очень действуют ребята казанские почувствовали свое превосходство немножко есть крюк у клокверка все-таки он впрыгивает в аппарата сан страйк так и здесь смотри здесь на развороте возможно будут драться да сейчас я думаю не стоит гдс нету или стоит но ребята думают что стоит влетает бэтрайдер схватить не успел лоид стан свэн сейчас могут еще и когами отодвигают вырывается скорпион свена все-таки лена пытается убить немного не достает первая билочкой своем отходят и живой на боделях ну и здесь все она даже я прошу прощения он не не успел схватить у него ультимейт еще в кд был да поэтому джаггернаута не получилось у него в лассо взять так сказать ну и сносится вышка т2 уже осталась последняя т2 или это и нету нет стоит стоит на верхней линии стоит еще на у команды елобой с тем временем все три т2 и еще 2 т1 стоит да я увидел спасибо мне там на карте не видно было из-за того что там герой бег неужели будет пытаться на крюке подтягиваться к сэнд кингу но нужна поддержка какая-то один клок поддержка уже идет да но делает тп скорпион все понимает уходит уже его не взять тут разбиваются смоки аппарат вместе с бэтрайдером выходят на на неужели вдвоем пойдут там еще своем это оба строим идут со своем то конечно хорошо но но можно побыстрого кого-нибудь сейчас схватить притащить и убить и сейчас на возможно возможно попадется джаггернаута цепляют сан страйк а и спас и минус джаггернаут это очень хорошо для команды казан power казан подворотням смысле тут же буквально за два удара свин стирает также джаггернаута нравится даже цепляет на стан клокверка тоже минусы ну да и абадону еще по счету нет опасно бить по счету потому что там рядышком есть там по линии или на возможно тоже здесь останется да это минус ли на это трипл килл для свена а в общем они убили четверых дарун раздельного бэтрайдера это очень неплохо но бэтрайдер свое дело сделал схватил джаггернаута утащил они быстренько его стерли все дальше проблем никаких не было лины рядом не было это вот стоунта заряда теряет интересно выбор от лины брать привела рвала да не знаю мне кажется они сейчас будут бесполезны ну вот типа ну не то чтобы проигрывать ну вроде бы как послабже сейчас смотритесь и что тебе дадут эти привела дефать вышки только и по быстрому забирать тех крипов которые вот вот так например подвышку сейчас телепортируется стак крипов заберет ну конечно мобильный становишься но мне кажется можно было на эти деньги что-то ну более полезное взять пельмени например пельмени да еще бы денег осталось удобно заходишь такой в магазин за кроссовочками посмотрел на цену кроссовочка думаю нафиг пельмени куплю еще и деньги останутся до компендиум прокачать слушаю за это смоки да опять но смоки прожались под вардом возможно это видели и надо аккуратно конечно здесь ответные смоки ну и кто кого первый увидит но его 8 молодцы стоят под шрайном боятся они оттуда выйти но ребята из казани идут на верхнюю линию до стягивается туда к ним елобойс будут дефать и свой он просто моментально стирает клокверка ловит и он оттуда не уходит абаддон у нас бьется со свином и причем у абаддона это лучше получается драка продолжается по макро пире ходят у нас сент кинг и кто там следующий у нас operation и абсолютно правильно я сказал следующий что ли нам уже двоих забрала уже троих забрала сейчас еще и попался а инвокер и наверное еще и 4 заберет очень много урона господи и последняя точка на 4 успевает влететь дайте рампагу пожалуйста посмотреть инвиза не было там центре вард стоял поэтому все удары прошли именно в инвокер а бэтрайдер один выживает улетает на базу 383 900 почти от лины влезет сумасшедший герой вообще да вот ее нельзя отпускать вообще нельзя отпускать и он до пристаянно нужно на миде контролить убивать и ничего не давать ей собирать еще сейчас шаду бой тебе принесет он уже собран в инвизе прилетит тебе как надает своими огненными да она здесь любого практически может просто забрать с прокаста если найдет 111 прокаста дальше с руки настреливаешь все хорошо джиггернаут манта стайл диффузалы неплохо да можно кайтить сына с помощью диффузов смотри здесь еще и алибарда алибарда вообще отличный артефакт кстати не так часто он собирается он такой чисто ситуацию да здесь он ну вот ли он даже в инвизе сейчас это будет минус аппарат если он подставится он конечно же подставится а лина просто пока что руну инвиза только подобрала и прокаст минус operation ничего сложного берется дальность атаки но я смотрю да и и то есть не через магию даже собирают да да руками бить ну потому что магия хорошо первую половину игра потом визуха обычно решает чаще всего так а здесь что пытается сделать инвокер пытался он забрать джиггернаута в принципе получалось удачно и даже джиггернаут не все его тычки с омни слэша прошли по инвокеру ну запайчил просто довольно себя тоже в принципе неплохо да 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 вполне сейчас можно попробовать навязать драку и точно знаю что не будет ульта от джиггернаута гем лежит на базе у нас инвокер в инвизе видят джиггернаута ловят и будут ли как-то его убивать нет отпрыгивает но абадон а если у него ультимейт альтимейт у него есть его что-то смысла особого нет убить да есть есть сейчас еще раз они его побьют просто-напросто стопят не дают ему убежать метеорит хорошо катится вместе с абадоном хорошо санстрайк немного не точно много суши догорит догорает догорает слушай хорошо они играют форстафами мне нравится да сюда друг друга выкатывают главное что вовремя еще 2116 игра практически там 2000 преимущества это совсем небольшая минута 2000 преимущества это пустяки абсолютно равная игра получается у нас у ребят но правда сейчас немножко позиционно выигрывает команда казанских ребят с подворотни до подбирается dd очень удачно для свена начинают быстро убивать рошана без абадона вряд ли пойдут его бойцы его дэйфить поэтому это будет аегис скорее всего может быть еще к локер попытается как-то влететь забрать аегис но это вряд можно попробовать положить туда макро пиру стан лины за дочку и может сейчас не успеет просто не успевает сын быстро забрать погодите он еще и гдс прожал да вот она макро пира суши джиггернаус парни слышно залетел а прожимается бкб от свена а он успел подобрать успел подобрать и его теперь нужно второй раз убивать иначе у вас они тут гдс а теперь усвоенного в принципе не такой страшный но тем не менее уже минус 2 героя и сейчас прожмется маской можно будет с маской спокойно нет ультимейт есть будет неспокойно просто пока забирают абадона бьют ультимейт ультимейт отлично форстав неплохая попытка но тимой так просто на ультимейт никто пока не бьет нет продолжают бить остановились и и будет минус абадон ноут абадон живучий но бестолковый получается он бы был толковый если бы его самым первым фокусили маму конечно нет для как как для команды йола бойц ну да да это в сказке конечно смысл его фокусить если он в два раза его фокусить надо будет так что делает джаггернаут линку он сейчас по моему собирается вообще спрятали ушать до линка ну линка это хороший в принципе артефакт чтобы его бэтрайдер не ловил но мне кажется здесь есть чем сбить эту линку не знаю это защитный артефакт такое не знаю посмотрим я не очень верю что это хорошая идея ну и бэтрайдер чтобы не ловил и чтобы тебе стан свена может быть тоже не влетел тоже неприятное стан свена влетает в тебя влетает следом за этим станом сам свен и за три-четыре удара под гдс под маской безумия тебя забирает да так она и работает преимущество уже увеличивается в 7000 золото 31 минута все хорошо складывается пока что казанских ребят юзается смог будут искать своих оппонентов заходят во вражеский лес окажется его бойцы об этом не подозревают единственное что джакира сейчас подставится в принципе не так страшно главное чтобы джаггернаут не подставился да он все-таки подставляется его ловят в лассо это минус джаггернаут моментально драться его бойцы вообще смысла нету минус clockwork пытается уйти на пт-лина не получается сбивают sun strike уже минус следом сверху минус 3 вот это прям отличная реализация смоков да абсолютно верно восемнадцать с половиной тысяч у инвокер уже нафармлена дедаус уходит свен в принципе понятно скоро он соберет такими темпами и там совсем будет больно уже там вообще 22 удара критовых так сказать и все ну кому-то и одного даже критова может хватить под гдс ну тот же джакира ну клокер в принципе спокойно 1300 здоровья да там один удар может быть даже прокнут да там как раз 1200 1300 вылетит поставляется абаддон у абаддона есть ульт выбивают из него ульту ай спас но не очень удачный точнее абсолютно неудачный такой отгоняющий скорее так 30 секунд теперь до ульты еще абаддона ну нужно дождаться сейчас ульта свена и результат не стоит мне кажется соваться вот на усужение есть до после он просто стакает и фармить все что видит есть уже крит 1 рановато масков мэднес по моим поражал нормально что быстрее добежать до крипов пойдет уже криты летят по 450 это без гдс а то уже довольно больно шесть зарядов уже будто у меня осталось ну длина от поймали здесь у нас а снова джаггернаут джаггернаут а он под ультой аппарата учиваться это минус все а теперь можно идти дальше а есть байбеку джаггернаута его сто процентов нужно выбить то есть скорее всего он будет его использовать сейчас если будет команда заходить здесь коги разбивается быстро словится у нас три удара это практически был минус по кокверку юзается шрайн бкб прожал свен бьет вышку пока работает гдс гдс спал сейчас у свена возможно могут быть проблемы очень далеко глубоко заходит абаддон гонится за свеном бьет его палкой по спине подкоп но очень неудачно немного ультимейт реализован было цент кинга был реализован ультимейт в ультимейт и поэтому все плохо получилось поймали здесь у нас инвокера нужно прожимать инвиз нет не нужно продолжает разминать лину санстрайк мимо задувает поднимает и все-таки джаггернаут прожал байбек а там оставалось буквально 15 секунд он не выдержал и выкупился линость сама себя динает прожимает ластон поймали здесь у нас бэтрайдера бэтрайдер заюзал инвиз и уходит на боделях у абаддона нет ульты нет есть ульт но сейчас можно вопроса покатить потом вернуться добить или не стоит выкупается ли на возвращается в драку а там за своем идет погоня буквально одно удара есть минус свен скорпион пытался спасти его до последнего и сейчас он сам наверно возможно останется здесь лежать потому что ли на уже вышел за ним но надо уходить надо уходить сейчас забьет его просто-напросто лагуну в лицо все минус скорпион неплохие в принципе драки выполнила байбека получается выбили выбили джаггернаут до выкупился джаггернаут или на выкупилась влетела все это в размен на свена и сэнд кинга при этом они как бы поубивали там героев единственное что ли на за убийство свина получила 710 монет просто и упала так по щелчку пальцев вот так лагуны да нельзя умирать керри когда когда ты набрал уже там да как ты уже богатый ты умираешь и отдаешь очень много денег своим противником практически есть уже доедался у свена будет больно линтра у инвокера акта линкор к так интересно какие ветра да сначала ветра там из-за спины потом тут же прыгнул но не у не очень удачно выходит в инвиз алина могла на самом деле его и поймать а как он в инвизе уже был но если бы были у них просветка если было поймать а тут опять аппарат поставляется в очередной раз но хоть как-то надо же джаггернаута конечно набирать бкб поражал бэтрайдер ойк локверк отлично его ловит это минус два героя на ровном месте неплохо есть на гео начинают возвращаться в игру у нас ела боясь начало немного середина точнее немного была проиграна конечно но вот лэйт сейчас посмотрим как они в лайте себя покажут а как а когда лэйт начнется ну вот некоторые герои вижу уже получили 25 уровень в принципе лэйт уже гор не начался да уже начался кор героя близится к тому моменту это все когда все уже плюсики не по вкидывать 6 слотов практически не ну там до 6 слотов еще я говорю практически вообще можно 9 собрать слотов и просто перекладывать нужные тебе предметы но это очень трудно сложно еще и 6 секунд которые те не позволят просто так хоп-хоп переложил и сразу все работает практически уже собран у скорпиона аганим аганим это хорошо да очень хорошо для него 12 тысяч единственное что перевес ну да да но если рнауту в этой игре нужно теперь вот как-то не подставляться уходить пытаться делать так чтобы вы не фокусили но как это делать это непонятно надо я считаю знаешь что нужно что собрать shadow blade просто драка начинается из инвиза такой аналитик адвокада из инвиза заходишь ну или просто тебя бьют и хоп в инвиз ушел все неуязвим но так не получится не получится надо сразу чтобы абадон там инициировал драку например ну ему значит что-то будет собирать а зачем ему чтобы он его на видеть должны погоди но он его видит запно влететь нет джаггернаут должен внезапно влетать а абадона нужно чтобы видели такие о абадон начинают его ковырять а там элина с shadow blade из инвиза и джаггернаут из инвиза такие хэ-хэй а мы здесь тоже рядышком и давай разваливать а там бэтрайдер который лассо на абадона потратил уже слушай вообще классно почему так никто не делает действительно джаггернаут нужно что-то как-то пересмотреть своей игре потому что две ключевые драки которые проиграли yellow boys они начинали с того что джаггернаут умирал ну да как-то надо поаккуратнее фармить крепчиков в лесу потому что еще раз так умрет джаггернаут а сейчас он без бэкбэка и это все может быть конец игры снизу пытаются забрать инвокера а есть есть гена просветочка а гем же тоже есть но хук был потрачен не очень хорошо и стан мимо прошел очень а хотя сейчас это минус может быть на клокверке алина уходит на т.п. все уходит на т.п. пытается уйти и clockwork и неужели уйдет до уходит они очень удачные ветра непонятно куда были очень удачная драка получилось самом деле сложно забрать инвокера у него очень много денег много слотов он невероятно жирный живучий кстати появится уже скоро как это называется хекс да будет вообще прям максимально противный инвокер которого и зафокусить не получится но потому что он жирный ну по-быстрому убить а если ты его не убиваешь то если ты еще и в свинюшку превратилась то вообще никак вообще никак обидно второй рошан второй рошан заходят своем в наглую ничего не боится в начинает его ковырять иллюзию там его видели скорее всего они сейчас надо как-то разбираться там с этим свином но ему мешают мешают бить он вынужден отойти у него треть хп потеряно минус джакира моментально clockwork влетел непонятно зачем а прожимается гдс прожимается бкб погоня не погоня за абадоном зачем он тебе нужен свой на санте от него а джаггернаут омни слэш не очень удачный переходит бьет по крипам своем пока живой отличный стан по двоим но здесь он должен умирать нет его отодвинули лина доковыряла минус минус свин минус свин джаггернаут жив и можно продолжать можно продолжать забирать наверное рошана самим ну можно попробовать еще инвокера забрать но инвиз инвокер непонятно уже как забирать это куда неуловимое чудо неуловимый мститель до наш почему неуловимый что невидимый ты думаешь да смотри сейчас спину будет заходить делать грязь он здесь ну в принципе может джакира забрать агем агем где но здесь по центру он зашел его видели что он где-то здесь бегает агент в клокверке лежит локерки а клокерк в базе а база на фонтане да ну клокерк у инвокер видит да его сейчас спалят поймаю да 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 хорошие ветра но он на реакции вообще прям как у мангуста наверное энергетиков напился я не знаю чего он там напился но он просто неуловимый ветра ветра импи служит хорошо таки такой запугивающий импи он просто тянет время на самом деле на мой взгляд тянет время отличный отличная дискотека скорпиона никого не убивает но там очень мало хп остается это кто бегает это лина бегает и на подымает себя ветра слушаю здесь инвокер и не должен отпускать минус лина силы света убивают тем временем рошана но аеги забирает у нас джаггернаут и это очень хорошо для него опять ветра хороший ловят в коге инвокер он и вокеру все равно он просто с руки забивает локерк рассказать клокверк ловит в коге себя себя доложили слушай ну тут прям вообще развал джаггернаут конечно сейчас возродится но он не нет ультимейт ест надо попробовать распрыгаться здесь лина на подмоге распрыгался четверых дать дайте пожалуйста рампагу я хочу увидеть рампагу есть еще два героя на котором можно сделать рампагу раскручивается очень хорошо джаггернаут забирает троих подряд уже и надо как слушай на давай 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 сейчас мы увидим эту надпись нет нет не увидел увидел с умрет а уже время прошло прервали им джаггернауту серию спиды джаггернаута инвокеру что джаггернаута а ты ему прервали да ему прервали да но слушай и добегался до иногда добегался оставили его из 1535 золото получает clockwork а сколько у него там вообще серия из 10 убийств было вот это да да ты посмотри там 13 тысяч урона вниз он всю команду убил один раз они пришли он ее второй раз убил ну да но но драка получилось вроде бы в пользу казанской подворотни драка получилось прикольный потому что лина выкупалась но с другой стороны по деньгам сколько там три тысячи отыграла команда йолобойс и теперь могут три тысячи полтора конечно им просто инвокер занес ну да не ну и в кир конечно маленько перенаглел почувствовал силу да могу и после того как у джаггернаута мне кажется по опыту очень сильно отыграли ну и ну по деньгам как-то на так и осталось преимущество в 15000 слушая рошан живой остался или нет 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 забрали же пробили силы света но а егес забрал джаггернаут правда его тут же выбили но он неплохо после этого распрыгался успел так сказать еще и дождался лину которая там тоже помогала в этой драки но табут райдрак с кем появился есть хостат для слена он может с ней быстрее бегать и перформить крипов к рису очень такая знаешь игра интересная получается то есть ни одна команда не может одолеть друг друга ну да это прямо качели какие-то крылатые крылатые качели да и типа смотри вот только что была такая возня интересно по байбэкам там чё чё получается у его бойста и нету пейбэков кроме джаггернаута и тем не менее казанские ребятки боятся идти в атаку но они ж не знают так хекс по джакира как-то они не знают все не знают минус джакира зачем сюда пришел клок наверное на похороны это будет минус клок бежит абадон тоже тоже хочет туда же правило не на не очень важный отдаваться ветра и здесь все успел он прожать ну хекс на абадона но абадона нет смысла фокусить мне кажется проще его отпустить аппарат ставит паузу а а вообще какой счету инвокера где где счет 62 16 2 12 не зря полторашку занес да очень хорошо играет мне кажется если допустим казанская подворотня выйдет дальше то надо первым баном противником инвокера банить да потому что умеет парень на нем играть судя по всему мкб собирает себе или на будет очень много с руки наваливать 4 заряда всего лишь осталось диффуза второго уровня возникает обновляется абадон с радиансом абадон страдает и как не поможет уже слушай возможно сейчас ну просто будет минус трон потому что байбеки но надо конечно да надо заходить они видели все таки что выкупались некоторые герои должны были это запомнить сейчас можно просто делать мега крипов то есть нету внешних вышек и просто заходи и бей сестра чем собственно и занимается команда казанская подворотня слушай ну да это все это конец игры я не тут без шансов можно поздравлять сейчас джаггер наут можно поздравлять на этом конец для yellow boys на этом турнире сегодняшнем они сейчас возьмут и камбэкнут если они камбэкнут я прям встану и уйду просто со студии смотри как хорошо распрыгался забрались в на и теперь урона нету бэтрайдер отвозит у нас джиггер наута под хекс тут же на него метеорит хрюшка бегает но то но никакого мины же гернаут есть выкуп надо выкупаться пробовать возвращаться в игру иначе иначе это будет минус третья сторона голый трону и вы никак не выиграете да выкупается джиггер наут а вот он и свинцы он тоже выкупился он выкупился и все отрывала свинюшка прилетел бьет беззащитную хрюшу джиггер наута к зеленка сработало видел он что-то там за поджил по моему стан от свена но не помогло мега крипы это минус 5 а в аддон все понял раньше всех вышел со студии поздравляем да поздравляем казанскую подворотня гейминг с победой в нашем турнирчике не совсем в турнирчике в одном из этапов этого турнира полуфинал да ты скорее всего да но возможно четверть возможно но непонятно в общем дело не ясное игра получилась очень интересная мне понравилось yolo boys очень хорошие драки давали единственное что они проиграли раннюю игру свин быстро набрал свое превосходство да и инвокер себя неплохо чувствовал в лейте в лейте все-таки вот сильнее оказались казанская подворотня ну зачем мы их и поздравляем а yolo boys не сдавайтесь один сильный противник встретился на вашем пути это не беда это хороший опыт это хорошо да 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 просто значит нужно больше тренироваться ну и увидимся с вами мы ребятушки через 10 минут далеко не расходитесь давайте сходим дружненько за чаем за кофем и вернемся все верно пять минут здесь здесь